Глава Следственного комитета Российской Федерации Нелезоизвестный Бастрыкин в очередной раз отличился на Неве исламфобии. До этого, выступая в Петербурге на одном из юридических международных форумов, он заявил о том, что надо запретить мусульманам-мигрантам строить молельные дома, потому что, дескать, они привносят свою культуру и физически захватывают российские земли. Не только миграция там что-то не то делает, не строит, а возит, да? Они создают объекты своей культуры, молельные дома. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами. Далее он высказался относительно запрета Никаба. Совпадение? Вряд ли. Но тут же пришла следующая новость. Он лично распорядился провести проверку в отношении Менделеевского района Татарстана, где с 1 сентября было принято обоюдное компромиссное решение учеников, учителей, родителей, православной общественности, мусульманской общественности начать поставлять питание в школы этого района по стандартам халяль. И вот лично Бастрыкин поручил разобраться, дескать, это может нарушить права ребенка. Странно получается. Глава целой спецслужбы занимается проблемой халяльного питания. При том, что халяльное питание отмечено всеми диетологами и специалистами по питанию, что это абсолютно здоровая, безопасная пища, тем более для детей, для подрастающего поколения. Но почему-то этот же Бастрыкин ничего не делал, когда недавний его кореш Пригожин зарабатывал миллиарды денег на поставках детского питания в школу. Когда дети травились, были случаи, когда умирали. Вот на этом он зарабатывал миллиарды, потом Путин об этом сказал, когда Пригожин поднял бунт ровно год назад. Вот тут-то никаких прав никто не нарушал, оказывается. А как дело касается ислама, то здесь вся эта глыба силовая, вся административная махина встает на дыбы и рычит. Теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим. Ведь все эти события, они укладываются в один логический ряд. Запрет исламской инфраструктуры. Запрет строительства мечетей. Запрет Никаба. Мы прекрасно понимаем, что запретом Никаба стоят более страшные вещи. В будущем это, возможно, станет прологоменой, прологом к запрету хиджаба. Как это сделано в Таджикистане? Полигон, где откатываются такие технологии. Где дружок Путина и Мумали Рахмон наступает в роли безумного диктатора. Сейчас будут запрещать халяль. Как мы увидим, уже идут проверки относительно бойцовских школ Хабиба Нурмагомедова. Значит, об этом мы говорили еще два месяца назад, после известных событий в Крокус-Сити-Холле. Что они обязательно возьмутся за бойцовские клубы. Потому что в них в основном занимаются представители мусульманского мира. Их будут закрывать, их будут шерстить. Потому что все это должно укладываться в парадигму так называемого русского мира. Что это такое, никто толком объяснить не может. Но запрещать ислам, запрещать его исповедовать, это они могут сделать, это они могут организовать. Единственная проблема для них заключается в том, что чем сильнее они давят, тем крепче иман и вера у мусульман. Потому что вера проявляется именно в этом. В трудностях, в преодолении. В том, чтобы, испытывая определенные сложности, решать их посредством джахды, усилия, усердия. И это усердие, мусульмане знают, будет вознаграждено. Но, возвращаясь к Бастрыкину, нельзя не отметить следующее. Ведь это район республики Татарстан. Про другие субъекты Российской Федерации говорить нечего.